В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Под главные темы выпуска. Глава муниципалитета Дмитрий Абаренов провел еженедельное оперативное совещание. По желаниям на неопределенный пока период ограничить мероприятие любой направленности. Газ в каждый дом. В Подмосковье, как и по всей России, стартует программа социальной газификации. Сейчас задача простая. Вы должны услышать, что схема заработала. В июле уже старт программы. Драйв и адреналин в горках. Прошли автомобильные гонки на выживание. Здесь больше такой элемент шоу, то есть экшн. Адреналина больше. Возможная отмена всех массовых мероприятий и усиление масочного режима. Об этом сегодня на еженедельном оперативном совещании говорил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов. Какие еще темы затронули участники встречи, узнаем у нашего корреспондента Юлии Пагасьян. Почти 300 новых заболевших коронавирусом жителей Ленинского городского округа за неделю. Цифра меньше, чем на прошлой неделе, но теперь больше тяжелобольных. Стационар переполнен. В связи с этим медики усиливают прививочную кампанию. За прошедший период вакцинировалось порядка 900 человек. Хочу отметить вакцинацию на предприятиях. Это в НИИГАЗ 33 человека, сантехкомплект 35, психиатрическая больница 30. Ну, понятно, что вот в этих предприятиях людей работает намного больше. Поэтому хотелось бы, чтобы до них дошло, что нужно вакцинироваться. Активно идет вакцинация по СНТ и жилым комплексам. На прошлой неделе было вакцинировано 168 человек. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов отметил, что в связи с увеличением количества заболевших, муниципалитете придется усилить эпидемиологические меры против COVID-19. Дал распоряжение провести рейды в транспорте и магазинах по соблюдению масочного режима. По желаниям на неопределенный пока период ограничить мероприятие любой направленности в связи с заболеваемостью. Поэтому очень аккуратно, приятно, что сегодня все в масках, но тем не менее я прошу по всем абсолютно направлениям максимально ограничить запланированные ранее мероприятия. А в идеале, чтобы их перенести на более поздний срок. Начальник единой дежурно-диспетчерской службы 112 доложил о происшествиях в округе за неделю. Всего на пульт поступило более 13 тысяч звонков. В выходные жители снова жаловались на резкий химический запах, предположительно о деятельности московского коксогазового завода. Непростой неделя выдалась и для пожарно-спасательного гарнизона, который в 60-е раза выезжал на вызовы. Из них 15 на возгорание. 13 – это мусор, трава и прочее. Но также был пожар повышенной сложности в жилом доме села Остров, улица Колхозная, дом 150А. И пожар в многоквартирном доме. Видно, советский проезд, дом 5, выгорел 4 квартиры. Глава округа отметил высокий профессионализм Ленинского пожарно-спасательного гарнизона и поблагодарил его сотрудников за оперативность и слаженность работы. В муниципалитете продолжается подготовка к отопительному периоду. В разгаре сезон ремонта дорог и придомовых территорий. Все идет в плановом режиме. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Многие жители частного сектора десятилетиями не могли подключить свои дома к областной газовой системе. Теперь осуществить это станет проще благодаря программе «Социальная газификация». Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В здании администрации городского округа состоялась встреча с участием заместителя главы муниципалитета Сергея Манерова и представителя Мособлгаза по вопросу новой программы социальной газификации. Данный проект реализуется в Московской области по поручению президента России. Мы надеемся, что на максимальное количество вопросов, которые в связи с этим возникают, ответим. Ну и вы эту информацию доведете до населения, и она, собственно, уже в рамках этих ответов начнет действовать. И мы ожидаем, что в ближайшее время газ в томах жителей появится, которые долго этого ждали. На мероприятие были приглашены старосты деревень и председатели СНТ, расположенных на территории округа. Каждый мог задать свои вопросы по бесплатному подключению их населенного пункта к газовой системе Подмосковья. Территориальный менеджер будет с вами ВКонтакте. Будет работать сайт. Соответственно, мы этот сайт вам доведем, который уже на сегодняшний день сейчас прошел тестирование и начинает функционировать. Будет работать горячая линия. Мы готовы подключиться к вашей мессенджер и, соответственно, здесь активно участвовать в ответах, вопросах, которые есть у жителей оперативных спирог. Чтобы провести газ до границы участка в ранее газифицированном населенном пункте, жителям необходимо подать заявку на бесплатное технологическое присоединение. Это оперативная и быстрая газификация тех населенных пунктов, которые частично газифицированы. И они будут, как я уже сказал, газифицированы до конца 2022 года. Здесь есть определенная проблематика, естественно, где-то, допустим, территории абсолютно открыты, их можно газифицировать прям быстро, там ничего не мешает. Где-то есть частные сети и требуется, соответственно, решение вопросов с частниками этих сетей. Заявку можно оформить на портале госуслуг или на сайте Министерства энергетики Московской области. Дальнейшая газификация территорий будет проходить в несколько этапов. Сейчас задача простая. Вы должны услышать, что схема заработала, в июле уже старт программы. И второй момент, что в каких условиях, как житель получит газ. Таким образом, теперь подведение газа до границ домовладений будет организовано бесплатно. Что касается работ по проведению газа непосредственно в дом, то стоимость будет зависеть от индивидуальных предпочтений жителей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Она с детства решила, ее судьба – помогать людям. Для этого окончила медицинское училище и пошла заботиться о самых непростых пациентах. В психиатрическую больницу номер 24. О медике по призванию и по зову сердца Галине Ивановне Кулаковой наш следующий сюжет. Галина Ивановна Кулакова работает в Видновской психиатрической больнице номер 24 уже почти полвека. В 1972-м она устроила сюда обычный постовой медсестрой. Да так и осталось. Нравилось всегда направление, знать, что людей беспокоит, как им помочь. Всегда хотелось действительно узнать, всегда помочь хотелось людям. Поэтому вот пошла в психиатрию. Сейчас она трудится в должности старшей медицинской сестры. Руководит работой среднего и младшего персонала женского отделения больницы. Обучает новых сотрудников. Галина Ивановна очень человек доброй души. Отзывчивые. Это такие общие человеческие качества. Тем не менее, они сочетаются с такими качествами, как ответственность, исполнительность. Любое поручение, которое Галина Ивановна дашь, его можно просто уже дал и, можно сказать, забыл. Потому что знаешь, что этот человек сделает его всегда. Работу свою Галина Ивановна любит с трепетом и вниманием. Относится как к своим коллегам, так и к пациентам, с которыми она проводит немало своего рабочего времени. Люблю больных, жалею всех. И люблю персонал свой. Люблю. И вообще, мне нравится моя работа. И то, что на моем пути встретились такие врачи, заведующие отделений. Главный врач во главе с Ольгой Валерьяновной Милковской. Она очень хорошо относится к больным. Это прекрасное качество, потому что у нас все-таки лежит специфический контингент людей. Они находят в ней, конечно, очень большой отзыв. Она с ними очень душевна, замечательна к ним, как к родным. Также Галина Кулакова заботится и о правильном питании своих подопечных. Успевает и в женском отделении решать текущие вопросы, и контролировать качество больничного меню. Я еще совмещаю диет с сестру. Что делаете? Ну, это составление меню ежедневного, составление требований с получением продуктов со склада, разработка меню, семидневное меню у нас, 14-дневное, в зависимости от сезона меняется меню. За почти 50 лет больница стала для Галины Ивановны почти вторым домом. Каждый день она с радостью приходит сюда, общается с пациентами и коллегами, помогает делам и советам. И покидать его пока не собирается. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. В центральной районе библиотеки работают курсы иностранных языков. Занятия совершенно бесплатные, а выучить можно английский, немецкий, польский и латышский языки. На одном из уроков побывал наш корреспондент Максим Козлов. Преподаватель Дмитрий Умеров сам студент. Учится на четвертом курсе Московского государственного педагогического университета. Для него эти уроки и практика, и возможность заниматься любимым делом. Когда мы слышим интонацию, мы учимся ее улавливать. Соответственно, это очень поможет потом вам при аудировании. Помимо традиционного английского, в школе иностранных языков, открывшейся в центральной библиотеке, можно изучать немецкий, а также менее популярные польский и латышский. Ими всеми и владеет Дмитрий Умеров. Польский язык изучаю в университете, а латышский сам изучаю. Он мне еще со школы очень понравился, привлек очень своим необычным звучанием, таким древним и красивым. Домашние задания, безусловно, даются, потому что без них материал хуже запоминается, учитывая то, что пока занятия идут раз в неделю. Скоро занятия будут проводиться два раза в неделю. Сейчас у самого преподавателя сессия и времени в обрез. В своей работе Дмитрий активно использует различные игровые технологии и делает все, чтобы изучение языков было максимально легким и комфортным. Естественно, что наибольшей популярностью пользуется английский язык, но и на польский, на латышский ученики приходят. Сегодня урок немецкого, одного из самых распространенных европейских языков. Языки полезно знать для жизни, для путешествий, для работы. Собственно, я люблю изучать всегда языки, что-то новое, поэтому немецкий, я считаю, очень полезен. Поскольку преподаватель один, то и уроки проходят в разное время. Так что, если у вас возникло желание стать полиглотом, добро пожаловать. Для того, чтобы стать учеником школы иностранных языков, никаких ограничений нет. Единственное условие – записываться на урок. Нужно заранее. В минувшие выходные на трассе «Казачий дозор» в Горках прошли гонки на выживание. Первый летний заезд в этом году собрал немало любителей автомобильного драйва. Подробности у Александры Столяровой. Скорость, опасность за каждым поворотом и клочья земли, вылетающие из-под колес – все это можно встретить на гонках на выживание. Четвертый этап соревнований прошел на трассе «Казачий дозор» и собрал немало зрителей. Как взрослых, так и совсем юных. Ожидаю женщин, что там будет круто, что там будет прикольно, что там будет очень хорошее. Такой экстремальный вид спорта. Мне нравится экстрим. Я люблю посмотреть, поболеть. Провели жеребьевку, сели за руль и поехали. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Видного, Домодедова, Москвы, Ногинска и Новомосковска. Всего 10 пилотов и только один победитель. Предугадать невозможно, потому что это гонки на выживание. И они в этом и заключаются, что невозможно. Но есть чемпион, допустим, Антон Рыжиков, он часто выигрывает. Но у него может сломаться машина или его в повороте может подбить, допустим, Голобков Константин. Поэтому стопроцентно сказать, что Хэмилтон, как в Формуле-1 выиграет, такого нельзя. Многие участники гонок увлекаются этим спортом больше 10 лет. Антон Рыжиков, победитель предыдущих этапов, попробовал сесть за руль болида в 2005-м. Долгое время на гонках он наблюдал за другими участниками и учился. Поэтому сегодня его технике можно позавидовать. Когда ты ездишь в конце пелетона, год, два, три, у тебя есть стимул. Как с мечтой, да, мне нужно вот собраться. А сейчас эмоции получаю от общения, от тусни, так вот это. А ну, выиграл, хорошо, не выиграл, ничего страшного. Если зимой между заездами все ремонтировали машины, то летом первым делом пилоты идут отмывать шлем от грязи. Ехать по мокрой трассе непросто, но весело, признают Сани. Трасса очень мокрая и грязная, крутит, вертит. Ну, будем надеяться, во втором заезде сейчас трасса, будем надеяться, подсохнет. Будет все лучше в этом случае. Здесь больше такой элемент шоу, то есть экшн, адреналина больше. То есть скорость и быстрое прохождение – это классно, правильное прохождение. Но здесь ломаные траектории, очень часто едешь совсем неправильно, но это классно. Это быстро, это весело. По итогам финального заезда первое место занял видновчанин Константин Колобков, выступивший под номером 76. Призы за второе и третье места достались Сергею Клеменкову и Даниилу Глухову. Александра Столярова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова